Вадим Брятко Вадим Брятко Если вы пасаете Тогда у меня следующий вопрос На пастбищах Кроме таких аистов Если встречаются Сейчас мы поищем Встречаются ли Улитки На ваших пастбищах Друзья Если не встречаются Если пастбище у вас свободное От улиток, то разное бывает Пастбище, нет близко речки Нету Какого-то пруда Нету болотистой местности Или каких-то луж То возможно Это видео будет для вас неинтересным А если все-таки Улитки встречаются На вашем пастбище То у меня следующий вопрос Проводите ли вы Своим животным Своему скоту Обработку против гельминтов Если не проводите Если проводите То опять же Возможно это видео Будет для вас неинтересным Если не проводите То это видео точно для вас Но есть еще один Четвертый Скажем вопрос Уверены ли вы Для тех Кто все-таки Проводит Обработку против листов Что вы правильно Подбираете препарат Вот И он Эффективно Уничтожает Тех Гельминтов Которые могут быть Вот На подобных Пастбищах Вот И Я думаю Вы уже сгораете От интереса О чем сегодня Я буду рассказывать А сегодня Я поделюсь с вами Интересная история Из моей практики Вот О Гельминтной инвазии А именно О плоских червях О Трематодах Вот Но не Тех О которых Вы привыкли Слышать постоянно Да Фасциола И Декроцелий Кстати Видео о декроцелии Есть на моем канале Вот А сегодня Я вам расскажу О Вот это Празбище Марта Покажи Что ты там ешь Надо врачу Твою траву Потом телефон будет Твою траву 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 Итак, друзья, мы перенесли спастбище в более спокойную обстановку, в коровник И я бы хотел более подробно поговорить о этом паразитарном заболевании На самом деле, достаточно опасное заболевание Прежде всего, что это за паразит? Как я уже сказал, это плоский червь Сам он небольшой, он около 2 мм величины И я думаю, сейчас вам интересно узнать, каким же образом ним заражаются коровы Дело в том, что носителями самого паразита являются коровы И они выделяют с фекалиями на пастбище яйца самого паразита Вот почему важно обрабатывать животных перед выгоном на пастбище То есть весной, примерно за 2 недели до выгона на пастбище Нужно проводить весеннюю дегельминтизацию Если вы не проводили осеннюю Но все равно для подстраховки лучше проводить и осеннюю, и весеннюю Итак, попадая на пастбище с фекалиями яйца Попадают куда, как бы вы думали? Не зря я вам показал эту улитку Улитки слизывают, заглатывают эти яйца И яйца развиваются в улитке Потом, проходя определенный цикл, паразит выходит из улитки И контаминирует пастбище Контаминирует траву, по сути В среде обитания этих же улиток Корова поедает траву И паразит, его личиночная стадия Попадает в организм коровы Дальше поражает тонкий отдел кишечника Поражает сычух И в конце концов оселяется, скажем так Обретает свой дом в рубце Вот именно в том видео, в котором мы видели Это как раз уже хронический парафистоматоз Дело в том, что есть две стадии этого заболевания Это острая стадия Развивается она непосредственно Через месяц после выгона скота на пастбище Скот выходит на пастбище Контаминирует это пастбище Заражается улитка В улитке проходит цикл развития Примерно месяц-полтора И уже улитка контаминирует дальше пастбище Улитка как промежуточный хозяин здесь выступает И коровы заражаются И особенно тяжело болеет молодняк Особенно остро проявляется у молодняка А хроническая стадия Это как раз вот та стадия С которой мы имеем дело Сегодня это наш случай То есть паразит прошел свои циклы развития В организме И закрепился в рубце Кстати в рубце паразит может жить до двух лет То есть два года он может жить в рубце И естественно выделять постоянно яйца И контаминировать пастбище Что же происходит во время острой стадии? Во время острой стадии Личинки мигрируют Проходят стадии до созревания И повреждают слизистую оболочку тонкого отдела кишечника А также сычуга и рубца Проявляется это достаточно болезненно То есть смертность при этом заболевании Достаточно высокая От 50 до 100% заболевших животных Может пасть Особенно молодняк Двух-трехмесячного возраста До года Но также как вот в нашем случае Бык, взрослый бык Заразившись в том сезоне Еще тем летом Переболел через зиму и весну И вот на весну Все-таки паразит добил его То есть бык истощился И его должны были дорезать Какие клинические проявления этого заболевания? Они достаточно неспецифические Это угнетение, потеря аппетита Потеря веса Диарея Что интересно, диарея с кровью Так как Опять же Кровь не является специфической Характеристикой именно этого паразита Потому что многие паразитарные заболевания В том числе, я думаю, известные вам Кокцидии или Эймерия, Эймериозы Так протекают с появлением крови в калии Также еще ряд других факторов Может влиять на В частности, некоторые инфекционные заболевания Некоторые синдромы Синдром, например, геморрагической тонкой кишки И так далее То есть это По сути, это не специфические симптомы Что-то происходит с вашим животным Вы видите У него плохой аппетит Оно худает Могут развиваться отеки подчелюстного пространства Теряет молочную продуктивность И так далее Понос при этом Он жидкий, профузный И достаточно длительный То есть он не прекращается По сути К тому же Можно перепутать Это заболевание с какой-то кишечной инфекцией Потому что В результате повреждения Сидистой оболочки кишок В итоге все равно развивается И наслаивается Вторичная микрофлора И развивается уже Бактериальный энтерит Хочется сказать Что я упустил важный момент Что этим заболеванием Болеют также козы и овцы Хотя в основном Я с ним сталкиваюсь У крупного рогатого скота Но также возможно Возможно Варианты заражения и коз и овец Если есть общий выпас То есть если выпасаются На одном пастбище И коровы И овцы И соответственно козы И если такое имеет место быть И есть симптоматика То есть не специфическая Хотя и не специфическая Но есть То есть истощение Потеря аппетита Потеря волочной продуктивности Поносы Необъяснимые Никакими причинами другими С примесью крови Именно вот в этот летний период Скажем так Сначала Через месяц После начала выпаса Ну и дальше На осень На зиму То нужно также предполагать И если на пастбище Есть улитки То нужно тоже Иметь ввиду Это заболевание При дифференциальной диагностике Итак Касательно лечения У нас есть Специфический препарат Заточенный Скажем так Под парамфистоматоз Этот препарат Называется Рафензол Вот это суспензия Производства компании Бровофарма Основное действующее вещество Рафоксонид Которое именно и действует Против этого паразита А также Там есть Фенбендозол Что Расширяет спектр действия Энтого ангельминтика И позволяет Работать в широком диапазоне И против цистот Та же маниазия И против легочных И кишечных Нематод Широкий круг Вот это И астертагия И эстронгелиды И трихурицы И так далее И также Против трематод То есть Всех По сути трематод Не только Парафистоматоза Но также И фасциолеза И дикроцелиоза Ну и естественно Легочные нематоды Диктиокаулез Так То есть Широкого спектра препарат В принципе Отлично Разводится Отлично Утречком На голодный желудок Задается С теплой водичкой Орально Бутылочкой Вот Но есть Один Нюанс И минус Так Это Каренция на молоко То есть Каренция на молоко Составляет Аж Семь дней Это достаточно Много Пока Здесь мы Оставим Рафензол Пойдем дальше Но мы сейчас Вернемся к нему Есть еще Варианты Например Для коров Есть суспензия Которая называется Трематозол Так Там Содержится Действующее вещество Оксиклозонит Вот И Также Другое Действующее вещество Там Содержится Вот И Оксиклозонит Как раз Тоже Противотрематодозный Препарат И Тоже Имеет действие На парамкистоматоз Также Он имеет Широкий спектр действия Но Не действует Вот На цистон Минус Этого препарата По сравнению С рафензолом Это то Что К нему Могут быть Нечувствительны Определенные Вот как раз Виды Парамкистоматод Потому что Достаточно Специфическая Трематода И Я бы сказал Стойкая Так как Описывает ее Литература И подсказывает Жизненная практика Поэтому В некоторых Случаев Если Проблема Не будет Решена С помощью Трематозола Плюс Это Всего лишь Один день Каренции на молоко Это очень выгодно Семь дней И один день Каренции на молоко Но Может не справиться Может не справиться Особенно если Многократно Уже применялся Животному И возможно Развитие Резистенции Это нужно Иметь ввиду Также Есть у нас Препарат Фактически Аналог Трематозола Только в таблетках Называется Он Клозофен Его можно Применять Козам Овцам Как раз Он для них В принципе И разработан Также И козам И козам Можно применять И рафензол И трематозол Дозировочка Того же Рафензола 1 мл На 10 кг Массы тела Для крупного Рогатого скота И 0,75 мл Для овец И коз Также точно И дозируется Трематозол Когда нужно Проводить Деклементизацию Однозначно Осенью Через 2 недели После постановки На стоило И весной За 2 недели До выгона На пастбище Однозначно Не обсуждается Нужны ли Дополнительные Обработки Да Нужны Если У нас Сильная Заглищенность Пастбище Если у нас Явная клиника Через месяц Полтора Два После выгона На пастбище Особенно Если сильно Страдает Молодняк Конечно же Мы не будем Дожидаться Осени Для того Чтобы обработать Животного Молодняк Или не Молодняк Или подрастающий Наш ремонтный Стадо Или бычки Наши на откорме Или даже Наша корова То есть Дополнительные Обработки На протяжении Пастбищного Сезона Потому что И пастбищный Сезон Может тоже Иметь Различную Протяженность У кого-то Он может Затянуться Чуть ли не До Чуть ли не До Нового года Вот Пастбищный Сезон Разные Есть регионы Разные Погодные Условия Тем более Сейчас Видите Меняется Климат Более Жаркий Поэтому Дополнительные Обработки Показаны При Проявлении Той же Клинической Ситуации Либо При Выявлении С помощью Капрологии Яиц Гельминтов В организме Друзья Я надеюсь Вы Поняли И Осознали Насколько Серьезно Это заболевание Вот Я думаю Что вы будете Проводить Капрологические Исследования Хотя бы Раз Несколько лет Чтобы понимать Чем Как говорится Богато Ваше Пастбище И от чего Нужно защищаться В начале Ролика Я не зря Сказал А то Уверены Ли вы В том Эффективно Ли Те ангельминтики Которые Вы Применяете Потому Что Очень часто В аптеках Например Тот же Ивермектин Выдают За Абсолютно Абсолютно Бесполезен Против Трематод Против Парамфистоматиды Просто Посмеются Когда Им Скажут Что Вот Мы Будем Изгонять Ивермектином Понимаете И таких Моментов Очень много Вот Поэтому Это нужно Учитывать Обязательно Учитывать При подборе Ангельминтика Учитывать С какими Гельминтами Мы будем Иметь Дело А для того Чтобы Понимать С какими Гельминтами Мы будем Иметь Дело Нужно Проводить Копрологические Исследования Ну Чтоб Не Приходилось Дорезать Наших Животных И искать Гельминтов Уже В потрохах Друзья Больше Информации Намного Больше Важные Полезные Протоколы Все Расписано В моей Школе Здоровья Крупного Рогатого Скота А так же Школе Здоровья Коз Их Есть Две Для Школа КРС И школа Коз Друзья Кого Заинтересовало Участие В школе Пожалуйста Обращайтесь Подключайтесь И обучайтесь Если видео Стало для вас Полезным И интересным Ставьте лайк Подписывайтесь На канал Нажимайте На колокольчик Чтобы не пропускать Чтобы получать Уведомления И не пропускать Новые Интересные И полезные Видео Берегите себя И своих животных До свидания